Привет, я журналист Алексей Мацука, и это мой блог о том, как дело дома. В Донецке, где я родился, вырос и много лет проработал журналистом. Горловка над местным городским советом. Здесь с апреля 2014 года развиваются флаги России и группировки ДНР. До того, как их туда повесили, разумеется, там был наш флаг, флаг Украины. За то, чтобы он и дальше, наш государственный флаг, возвышался над Горловкой, шесть лет назад погиб местный депутат Владимир Рыбак. В те дни он пытался вернуть на здание государственный флаг, его схватили члены незаконных вооруженных формирований, а через несколько дней было найдено тело Владимира неподалеку от Горловки. Его убили. Участники так называемой «русской весны» на Донбассе местные жители часто говорят, что хотели автономии, но в составе Украины. Сегодня среди сторонников группировки ДНР из народа принято говорить, что они не хотели войны, а всего лишь добивались самостоятельности региона без привязки к Российской Федерации. Тогда почему еще тогда, в 2014 году, флаги соседнего государства развивались над толпой митингующих в центре Донецка? Почему первые жертвы среди сторонников Единой Украины пали под флагами Российской Федерации? Даже не сепаратистской организации ДНР, а именно Российской Федерации. Выходит, Кремль сманипулировал жителями Донбасса. Он не просто вмешался в конфликт, он управлял протестами, разжигая народный гнев и подмешивая в него свои политические интересы. Чем же сегодня живет Горловка под флагами России и группировки ДНР? Мои коллеги из Радио Свобода недавно выпустили репортаж. Сейчас Горловка – третий по количеству жителей город под контролем группировки ДНР. По непроверенным данным, здесь проживает почти 260 тысяч человек. Сначала боевых действий. Там работали четыре шахты. Сейчас все они закрыты. Химический завод «Стерол» после нескольких лет простоя попытались запустить. Сейчас, по словам местных жителей, он работает только частично. Весной этого года в ДНР признали, что рассматривают вопрос о консервации «Стерол» этого завода. Коксохимический завод – одно из немногих предприятий, которая продолжает работать в Горловке. По данным местных СМИ, Коксохим работает всего лишь на 70% от своей мощности. Доверять всем данным тоже нельзя. И якобы там работает около 800 человек. Также журналисты спросили у местных жителей, что они думают о режиме тишины. На данный момент, слава Богу, не стреляют. Это в первую очередь для моей дочки, которая очень-очень боится. Когда летят снаряды над головой, я живу недалеко от предовой. Страшновато. Сложно что-то говорить сейчас. Очень правда сложно. Хотелось бы, чтобы что-то устаканилось и наступила тишина, как сейчас. Потому что реально можно хотя бы как-то спокойно существовать. На самом деле я в Минские соглашения уже не верю. Украина никогда нас не отпустит, поэтому лучше пусть нас заберет Россия. Сами мы не тянем. Уже все. Украина уже все. Ну, мне так кажется. Ну, выборы, если выборы, то свои же не за Украину. Свои может быть, да. И так же мы же стремимся вроде как к России. Когда оно будет, ну, люди ждут, ожидают. Об Украине не упоминают. Надо учитывать, что свободно высказать свое мнение. Там опасаются. Все знают, что надо уметь хвалить Россию. Это можно. Неважно, для какого телеканала ты это говоришь. А вот об Украине, если и думаешь, то лучше помолчи. Люди все еще говорят, что своими силами, в смысле одной так называемой республикой, они не справятся. Вот бы Россия забрала, она же помогает, а Украина нет. Такое часто можно услышать. Но не стоит забывать, что именно этого и добивался Кремль. Люди как будто забыли, что было в промежутке между точкой А и точкой Б, как от желания быть самостоятельными, они пришли вдруг к стремлению в Российскую Федерацию. Ответ прост. Мнением легко манипулировать. И все это время людям просто внушали, что Украина это враг, не вдаваясь ни в какие подробности, почему произошла так называемая торговая блокада, кто закрыл границы, кто стрелял, почему нет прогресса в Минске. И главное, что все это выгодно Российской Федерации. Я и дальше буду следить за ситуацией дома в Донецке, а вы подписывайтесь на телеканал Дом во всех социальных сетях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok